Казахстанские ученые вывели новый сорт низкокалорийного картофеля. Полезен гибрид не меньше свеклы или моркови. И в зависимости от селекции может менять и цвет на красный, синий и даже фиолетовый. Специалисты утверждают, что корнеплод не содержит ГМО. Когда необычный овощ попадет на наши столы и придется ли он по вкусу казахстанцам, выяснял Антон Киселев. Диетический картофель был получен благодаря селекции. И дикий картофель из Южной Америки удалось крестить с культурным и адаптировать к нашим климатическим условиям. По словам ученых, в нем масса витаминов. В отличие от обычных сортов, он богат белком и его можно есть сколько угодно, при этом не прибавлять весе. И если удастся продвинуть диетический картофель на рынок, дороже обычного он будет всего на 15-20 тенге. Ну сейчас спрос есть, сейчас уже работаем со многими организациями серьезными, которые, в общем-то, хотят, чтобы у них на полях была эта культура, наши сорта, вот это диетическое назначение. А вот диетологи ничего особенного в открытии не увидели. По их мнению, природа уже создала массу продуктов, благодаря которым люди могут и питаться нормально, и не набивать свой организм лишними килокалориями. Если это молодой картофель, он самодиетический, да, он стоит, ну как, грубо говоря, если брать в калориях, то 36 калорий и килокалорий на 100 грамм молодом картофеле. Санэпидемстанция признает новый картофель натуральным только после лабораторных исследований. Иначе верить в то, что в диетическом картофеле нет ГМО, специалисты не станут. Нужны доказательства, какие-то эксперименты делать, но любой красивый овощ, фрукт, он содержит генномодифицированный, потому что натуральные, они должны быть натуральными. То есть, как мы знаем, с червями, с нарушениями, да, это натурально. Только вот самих казахстанцев открытие не потрясло. Плюсы в виде диетических свойств и всех остальных полезностей не смогли перевесить один минус – цвет. Свет не нравится мне. Странно выглядит и, думаю, на вкус не очень будет. Думаю, я бы стала. Я молодая, я не стар из закалки, поэтому мне не страшно есть фиолетовый картофель. Не знаю, я как это стандартную картошку предпочитаю. Ни в коем случае. Почему? Ну, просто я старых привычек знаю, какой картофель лучше. Казахстанцам все-таки ближе привычный картофель, который, кстати, тоже неплох. На 100 грамм приходится всего 77 калорий. Из них 17 грамм углеводов, 2 грамма белков, калий, натрий и меньше грамма жиров. И несмотря на то, что витаминов и антиоксидантов в нем в два раза меньше, чем в диетическом картофеле, красное, синее или фиолетовое пюре пока представить себе сложно. Антон Киселев, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.